172 тысячи квадратных метров дорог запланировали отремонтировать в этом году, а отремонтировали ещё больше. По итогам электронных аукционов удалось сэкономить на стоимости работ. Благодаря этому будет отремонтирована улица Московская и её перекрёсток с улицы Ленина с заменой трамвайных путей, а также улицы Партизанская и Гашика. Как могли убедиться жители, всё лето техника работала ежедневно на улицах города. И сейчас можно оценить удобство и качество новых дорог. Несмотря на то, что у нас в этом году, скажем так, не бывало большой объём дорожно-строительных работ, осуществляется на территории города, каждую дорогу я лично принимаю сам. Проезжая, только после этого подрядчики получают расчёт за выполненные работы, им подписывается акт. По этой дороге подрядчик достаточно ответственный, что касается этого участка. В целом у нас к нему нареканий немного. Люди добросовестно работают, люди профессионально работают. Но ошибки бывают у всех. На эти ошибки мы им указали. Претензии к подрядчику возникли у администрации по поводу уровня ливнёвок на площади перед Современником. На сегодняшний день все замечания устранены. По острову безопасности было разделено место для парковки автомобиля, отделено от проезжей части. Теперь выезд из парковок осуществляется через два шлюза, организовано. Какая-то хаотичности движения нет. Естественно, повышается безаварийность на этом участке. Но основное преимущество этого изменения, схемы движения, это, конечно, безопасность пешеходов. На пересечении улицы Декабристов и Жилой раньше образовывались заторы. После установки светофора дорога стала более проходимой. Кроме того, здесь заменили асфальт и сделали ограждение. Уже нанесли разметку и подготовили к сдаче улицу Ворошилова участок от стадиона Ангара до перекрёстка с Горького. Замечаний к подрядчику нет. Мы выполнили 192 тысячи квадратных метров дорожного покрытия. Выполнили все, которые хотели сделать уширение. Это улица Горького с Ворошиловым, улица Ворошилова с улицей Чайковской, улица Горького, улица Московская. В настоящее время завершаются работы и планируем, откровенно говоря, закончить до 1 октября работы по асфальтированию одной улицы и перекрёстка. Это улица Московская и перекрёсток с улицей Ленина. То есть всё, что мы планировали сделать в этом году, мы успели, сделали. Я считаю, что достаточно с неплохим качеством. В подрядные организации у нас попались все адекватные на выданные замечания. Они реагируют нормально и стараются устранить их в короткие сроки. Дождались автомобилисты и ремонта на участке Московского тракта в районе рынка Сатурн. Подрядчик положил новый асфальт, оборудовал вместительную парковку, установил ограждение. Как заверил Сергей Петров, работа по благоустройству и ремонту дорог в округе будет продолжена. С этого года разработка всех программ ведётся с учётом трёхлетнего плана. А значит, огромный объём работ, проведённый в этом году, станет лишь начальным этапом в улучшении ситуации с дорогами на территории.